Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат городского собрания, председатель комиссии по градостроительству, землеустройству и развитию города Александр Андреев. Александр Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Александр Андреев, депутат Чебоксарского городского собрания от избирательного округа номер 25. Избран 10 октября 2010 года. Председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории. Член постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике. Родился 4 марта 1965 года в Чебоксарах. Женат, воспитывает сына и двух дочерей. Образование высшее окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова. Работал инженером-конструктором Чебоксарского электроаппаратного завода, коммерческим директором Волго-Балтийского торгового дома. С 1994 года по настоящее время генеральный директор светотехнического предприятия. Был пополномоченным по правам ребенка в Чувашской республике. Александр Васильевич, недавно прошло заседание комиссии по градостроительству, землеустройству и развитию города. Расскажите, какие вопросы обсуждались на этой комиссии? Вопросы у нас всегда складываются из нескольких вариантов. Это вопросы собрания и некоторые профильные вопросы именно по нашей комиссии. Чем была примещательна, наверное, эта комиссия в преддверии собрания? Тем, что мы такие важные рассматривали вопросы, как статусы города Чебоксары. Наконец-то мы хотим принять, чтобы город Чебоксары был столицей Чувашской республики. Что это дает, кроме статусности для города, к примеру? Это дает некое бюджетное дополнительное финансирование, еще дополнительное 3% от бюджета города. Эта цифра тоже будет немаленькая – 600 миллионов рублей, потому что мы считаем, что деньги лишними никогда не бывают. Любые праздничные мероприятия, какие-либо проходящие в город Чебоксары, они требуют дополнительных затрат. Все-таки приезжает много гостей. Это статус, это лицо нашего города. Город должен быть красивый. И вот мы решаем две проблемы. Самое главное – это, конечно, придаем статус городу. И второе – небольшую материальную проблему. Это очень важный момент. Затем было несколько текущих вопросов. Я не могу сказать, что они совсем текущие. Мы утверждали бюджет за 2013 год. Исполнение этого бюджета по всем параметрам мы проверили. Проблемы… Мы считаем, что все деньги были использованы целевым образом. Претензий у нас не было. Затем, скажем, традиционно такие профильные вопросы нашей комиссии – это мы рассматриваем изменения зон в городе Чебоксары. Когда там идет некое строительство, где-то мы парковую зону меняем на многоэтажную. Ну, я, к примеру, говорю, да. Все остальное. То есть это каждое собрание – это живой организм города Чебоксары. Он растет, он развивается. Нужно что-то делать, менять. Тоже такое событие. Ну, и еще очень один важный профильный вопрос – мы рассмотрели итоги нашего выездного заседания. Ну, я так понимаю, выездное заседание – это которое было, когда выезжали депутаты и смотрели строительные объекты. Да. И когда буквально по документам это одно, а на самом деле это вот другие объекты. Все правильно. То есть мы очень долго готовились к этому заседанию, потому что в последнее время, к сожалению, стали возникать такие, на нас взгляд, негативные тенденции в городе, когда люди, приобретая, скажем так, объект под что-то, под одни цели изначально было, потом его пытаются перепрофилировать. Ну, в частности, такой очень нашумевший вопрос, который тянется уже два года, и чтобы как-то надо в нем поставить точку, это вопрос вот по улице Энгельса, там вот компания «Приз», она приобрела там двухуровневые гаражи и офисные помещения, а планирует строить жилье. Во-первых, это нарушение законодательства, потому что любое жилье нужно землю покупать с аукциона. А они приобрели, скажем так, недострой, но захотели перепланировать. Мы считаем, что это неправильно, потому что если город решил, что здесь нужны парковки, в которых какие-то двухуровневые парковки, гаражи, их так в городе не хватает, и когда мы меняем что-то, и так невзвешенно, необдуманно, не обсудив это с городскими властями, то это же возникает дополнительная напряженная ситуация в городе, то есть возводится большой дом, плотность людей увеличивается, поток машин, все-все-все. Поэтому мы хотим, чтобы это все-таки было упорядочено. Есть еще один такой проблемный объект в нашем городе, это дом в микрорайоне Байконур. Я думаю, что вы в курсе этой ситуации. Присните, пожалуйста, позицию депутатского корпуса и главы города. Да, депутаты уже несколько раз высказывали свою позицию, не только депутаты, администрации города. Но вот мы удивлены таким упрямством руководителя компании Байконур, когда ему не дается ни разрешение, вопреки всему, вопреки здравому смыслу. Он все строит и настраивает жителей, горожан, пытается ими манипулировать, что ему мешают городские власти, собирает уже с людей деньги, насколько мне известно. Хотя у него нет ни разрешения на строительство. То есть мы ему в этом отказали, потому что есть план застройки территории, в котором было предусмотрено, там это очень тоже давняя история. К сожалению, наверное, аппетит приходит во время еды у некоторых строителей, когда они хотят с одного участка земли выжить максимальное количество. Что он только этот бедный Байконур не делал. Там был запланирован детский садик. Он сначала был в одном конце. Потом он его сказал, что давайте мы его перенесем вот сюда, здесь я построю дом. Потом, значит, вместо этого садика давайте я сделаю пристроенный садик и еще дом построю. То есть, к сожалению, я удивлен, и моя позиция, что я считаю, что власть должна употребить свою власть, идти до конца. И я даже за то, чтобы создать прецедент о сносе, скажем так. Потому что как это все против, разрешение строительства не дается, и вот человек идет просто вот таким путем, никого не прислушиваясь, ни по закону, ничего. Александр Васильевич, ну все-таки же жалко. Дом построен, люди могут получить квартиры, люди могут жить. Какая-то напряженность может быть снята. Хорошо, но давайте тогда вот с другой стороны посмотрим, всегда нужно что-то показательное сделать. Если мы этого не сделаем, то так будут поступать абсолютно все. Они скажут, вот ему можно, почему нам нельзя. И все будут так поступать. Поэтому как бы то ни было, ведь он был предупрежден, ему говорили. И здесь я считаю, что уже как бы, наверное, только до крайней меры. А как иначе? Потому что власть должна показать, что она власть все-таки. Александр Васильевич, в заключение нашей встречи, вот вы как депутат представляете городской избирательный округ номер 25. Расскажите, что это за округ. Как вы работаете со избирателями, со своими? Может быть, наказы какие-то, может, выполнили, может, что-то собираетесь? Да, ну, я могу сказать, 25-й избирательный округ, это вот, чтобы людям было понятно, это за магазином Чебоксарец, начинается вот этот вот старый микрорайон. Но округ немножко так вытянут, вдоль улицы Горького почти, он идет вот даже, значит, Горького 26, 39, 40-е, в виде аппендиксы такой. Но вот основной округ, конечно, сконтринер за Чебоксарцем. Это вот рынок Северный, ярмарка там, да. Какие проблемы? Я думаю, что мало в каком округе Горьего Чебоксара есть 11 общежитий. Вот это действительно у нас была всегда проблема. И мне всегда было жалко этих жителей, да, когда там было, они очень большие коммунальные платежи. Вот в одной комнате жил по две семьи даже, вы можете себе представить, там 12 квадратов, две мамы и дети еще. И более того, они платили, скажем, не было индивидуальных приборов учета, потому что это не было изначально предусмотрено в общежитиях. И возникала очень серьезная проблема, когда они приходили с платежками. И вот, наконец-то, в этом году мы в бюджет города заложили, и многие депутаты меня поддержали, особенно те, у кого в округах тоже есть все-таки общежития, на ремонты общежитий, на то, чтобы мы новую схему электроснабжения выработали, где, возможно, индивидуальные приборы учета ставили. То есть, вот, я считаю, что, да, не очень много мы выделили, пока 10 миллионов в этом году, но самое главное, один раз выделить, дальше эту программу мы будем развивать и двигать, потому что они были наиболее обделенные, на мой взгляд, относительно всех других. По ремонту, по капитальному строительству. Вот для меня лично в округе была вот эта очень большая проблема. Затем, я думаю, что это проблема всего города, к сожалению, увеличивает количество машин. Мы видим, как они стоят везде, скажем, во дворах, на газонах и все остальное. Поэтому мы каждый год выделяем средства на увеличение парковочных мест во дворах. Я считаю, что вот город немножко, к сожалению, недорабатывает. Мы все пытаемся, никак это не получается. У нас начать строительство многоуровневых парковок. Я подчеркиваю, именно многоуровневых парковок. Не гаражей. Чтобы центр города разгрузить. Чтобы несколько в центре города, в каждом районе было несколько многоуровневых парковок. Потому что, к сожалению, строительство гаражей, да, через 2-3 года все гаражи превращаются просто в свалку, да. Туда люди относят ненужные вещи. И мы считаем, что это неэффективно строительство гаражей. Да, мужчины там встречаются друг с другом. Согласен. Отдыхают. Чем больше дома будут. А я считаю, что нужно именно парковочные, многоуровневые парковки, где уже нельзя будет хранить, кроме автомобиля, ничего там. Во-первых, гаражи не украшают. Вот это параллельно мы должны делать. Сейчас мы уже, вот, несколько коммерческих структур планируют начать строительство. Мы им хотим создать льготные условия. Потому что пока, конечно же, не выгодно. Люди не хотят платить за парковку автомобиля, потому что можно стоять на газоне. Вот нужно параллельно ввести и парковочные места увеличить немногоуровневые парковки и штрафовать за то, что вот люди стоят не там, где это положено. Это вот тоже проблема такая серьезная. Затем, конечно же, вопросы по малым архитектурным форумам. Вот детские площадки. Мы эту программу ведем. Потом люди ко мне обращаются, в каждом дворе хотят. Мы каждый год по две-три в каждом депутатском округе делаем. Но я говорю, что мы решим. Все торопятся, да. Были бы деньги, мы все это сделали очень быстро. Тоже, скажем так, люди хотят. Новые красивые детские площадки, которые начинают появляться уже, тоже есть проблемы. Но мы решаем. Мы ее решаем постепенно. Все нужно постепенно. Спасибо, Александр Васильевич, что согласились дать нам интервью. Надеюсь, что все ваши планы реализуются. И жизнь действительно в городе будет улучшаться. А я напомню вам, что у нас в гостях в программе «Аттуальное интервью» был депутат городского собрания, председатель комиссии по градостроительству, землеустройству и развитию города Александр Андреев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова